Суд арестовал блогера за оскорбительное видео у памятника «Родина, мать зовет». Блогера Алену Агафунову из Самары обвиняют в реабилитации нацизма. В иеле прошлого года она сняла видео у памятника «Родина, мать зовет» в Волгограде, где притворилась, что щекочет грудь монумента. После этого против нее завели уголовное дело об исквернении места захоронений. Девушка сняла видео с извинениями, где она звала свои действия глупости и уехала из страны. Ее обвили уголовный розыск, а дело переквалифицировали в четвертую часть статьи о реабилитации нацизма. В пятницу Агафунова вернулась в Россию и задержали московским аэропортом. Центральный суд Волгограда позже арестовал ее до 10 марта, комментирует адвокат коллеги Юков и партнеры Джамали Кулиев. Что вообще предполагает диспозиция этой статьи? Здесь указ, что это распространение выражающих явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России связано с защитой Отечества, а равно с вернением символа воинской славы. То есть вот как раз-таки следствие усматривает в ее действиях умысел на осквернение символов воинской славы Российской Федерации. Почему было переквалифицировано? Ну потому что, в отличие от статьи 244, здесь разный объект. То есть, опять же, учитывая обстановку, которую мы имеем на данный момент, а именно проведение специально военной операции. И, во-вторых, это все-таки общественный резонанс. То есть, было увидено многими людьми, как я понимаю, вот это видео, которое было записано. Я думаю, что многие помнят, как года 2-3 назад лица в нетренд-состоянии на вечном огне там решили сделать шашлык, так сказать. И тогда ведь это не было приравнено к реабилитации нацизма, да? То есть, не было рассмотрено как осквернение памятных мест. Потому что эта ситуация, так сказать, другая была. Меры пресечения избираются... Там, конечно, учитывается позиция, так сказать, обвиняемого, подозреваемого. Однако, именно основаниями избрания меры пресечения являются чуть другие. Это если она, например, может скрыться от следствия суда, или она, например, угрожает свидетелям, или может угрожать, или может уничтожить доказательства по делу и иные основания. Здесь, на данный момент, следствие, как я понял, основывало свое ходатайство на том, что она скрылась. То есть, она была за границей, и в течение полугода они не могли ее разыскать. Она была объявлена в международный розыск. И ее раскаяние, оно, конечно, может сыграть роль, но все-таки не основная роль будет. Почему? Потому что мера пресечения избрана ей не столько в связи с тем деянием, которое ей на данный момент вменяется, а данная мера пресечения избрана ей в связи с тем, что она скрывалась от следствия. От Джамали Кулиев, адвокат коллегии Юков и партнеры. Следственный комитет также опубликовал видео, где блогер вновь называла свои действия глупостью и призвала не повторять их. По статье о реабилитации нацизма Агафоновой грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжение следует...